Темку я, конечно, сегодня заявила «Огнище». Сама согласна, потому что темка такая актуальная. Но, вы знаете, в последнее время я стала так наблюдать за людьми, особенно не за рерайтовцами, а за теми людьми, которые находятся пока что сами по себе, не в нашей лодке, и стала наблюдать, что люди действительно либо напрямую хотят сдохнуть, ну прям, либо неосознанно это делают, постоянно подводя в свою жизнь какие-то события и ситуации, которые, ну, которые по-другому не назовёшь. Вот дохлая жизнь, знаете, есть такая осознанная жизнь, а есть нет. Что с видео, что не так? Вижу какой-то комментарий, что это с видео, что не так? Плохо видно, слышно, что? В чём проблема? Напишите, пожалуйста, чтобы мы могли продолжать. Всё хорошо, пиксели вижу, интернет у меня нормальный. У всех остальных всё хорошо? Если у всех всё хорошо, то давайте продолжим. Напишите, пожалуйста, мне людям. Всё отлично, всё замечательно. Значит, это у вас какие-то личные проблемы. Будем решать. Значит, ваш телефон, может быть, тоже говорит вам о том, что он хочет сдохнуть. Поговорим сегодня вообще о том, как выходить из ситуации, которые либо выбивают у нас почву с под ног, что бывает в жизни нормальных людей, либо, что бывает в жизни абсолютно нормальных людей. Это вообще, в принципе, история про то, что человек не понимает, как ему жить в другом состоянии. Не знаю уж, что происходит конкретно в вашей жизни, потому что жизнь у нас у каждого своя, у каждого есть какие-то свои эпизоды, истории. Абсолютно по-разному всё это происходит. Но, тем не менее, это есть. Вообще, что влияет на нас? Давайте сначала разберёмся с этим. Почему мы периодически ведём себя крайне странно? Первый момент – это, безусловно, когда что-то идёт не по плану, то есть не так, как мы к этому привыкли. Вообще, я уже неоднократно говорила о том, я возьму бокал с водой. Не думайте, что я тут переводку. Просто в номере есть бокал, я сейчас в Одессе, и есть вода. Почему бы не совместить приятно с полезным? Так вот, мы с вами состоим из определённых привычек. И привыкаем, в принципе, нам абсолютно всё равно, к чему привыкнуть, к плохому или к хорошему. Неважно, нас создают наши привычки. И в наши привычки входит не только то, что мы делаем, но и то, с кем мы делаем, где мы делаем. Мы привыкаем к людям, не всегда разбираясь в том, классные это люди, говняные это люди. Мы живём с партнёрами, строим какие-то отношения, и порой это самые дурные отношения, которые только могут быть. Иногда это глупые отношения. Это могут быть разные отношения, и очень классные. Мы не разбираем. Мы просто в какой-то момент с кем-то встречаемся и начинаем строить отношения, очень часто не задавая себе вопрос, зачем я строю с этим человеком отношения, если у нас будущее, какое у нас будущее, какие мы люди. мы просто, знаете, вот как-то случилось так, и мы погнали, да, а потом оказалось, что мы с кучей детей или без кучи детей, но в каких-то длительных отношениях, очень часто в каких-то террористических отношениях, страдайческих отношениях, ну, мы почему-то продолжаем их тянуть. Но, тем не менее, мы к этому привыкли. Это, знаете, всегда такая парадоксальная история, когда человек, часто у девочки говорят мне о том, что я очень страдаю в этих отношениях, я не могу развиваться, я не могу идти вперёд, я пытаюсь его поменять, он не меняется, я пытаюсь поменять себя, он не даёт мне меняться, но, тем не менее, я боюсь эти отношения разорвать. То есть, другими словами, я боюсь, что кто-то перестанет меня не уважать, что кто-то перестанет меня останавливать, что кто-то перестанет делать мне больно. Я боюсь остаться без этой боли. И вы знаете, это звучит абсурдно, но так оно и есть, потому что мы действительно привыкаем к любым отношениям. Какие бы отношения у нас не были, мы имеем свойство к ним привыкать. То же самое касается дружбы. У нас бывают совершенно дурацкие какие-то дружеские отношения. Часто рассказывают мне о том, что это потребительские отношения, когда человек либо выливает на тебя свои проблемы, либо от тебя что-то просит, либо тебя в чём-то обвиняет, и тем не менее мы дружим годами. Мы знаем, что не надо с этим человеком встречаться, потому что он тебе завидует, потому что он всю жизнь тебе пытается сделать что-то плохое. И тем не менее мы опять-таки снова боимся эти отношения разрушить. Это то, что касается отношений. То есть сторона отношений, она настолько в нашей жизни важна, что у нас происходит в этом плане огромное количество ситуаций. Есть такие же истории с работой, которая не приносит удовольствие, бизнес, который идёт в убыток, и ты ничего не можешь сделать. Есть такие же моменты с тем, когда мы хотим изменить свою жизнь. Мы в принципе хотим её изменить. Мы понимаем, что мы хотим жить по-другому, что мы хотим путешествий, что мы хотим крутых отношений, что мы хотим получить новые возможности, но при этом мы опять-таки боимся начать делать что-то другое, боимся оставить работу, которая нам не нравится, и так далее, и тому подобное. И вот вы знаете, в этом и заключается, наверное, самая большая порочность. То есть для нас является огромной проблемой любая перемена. Даже если мы головой понимаем, что это перемена к лучшему, мы отрываем от себя вместе с кожей то, к чему мы привыкли, и особенно то, к кому мы привыкли. Всё, что касается любых историй, связанных с людьми, наверное, самая болезненная для нас в жизни. Потому что оторвать от себя своего партнёра, неважно в каком он статусе, разорвать отношения, даже которые тебя убивают и душат, отношения, которые тебе не нужны, отношения, в которых ты страдаешь, ну, это похоже на то, чтобы сорвать кожу со своей руки. По ощущениям приблизительно так же, только, наверное, скорее с груди, потому что вот нам в этом плане грудь ближе. И это всегда меня очень удивляет, и тем не менее, когда в моей жизни происходит нечто подобное, я понимаю, что так оно и есть. Что с этим делать? То есть, почему мы так сильно боимся что-то поменять и разорвать какую-то привычку, хотя головой понимаем, что это просто привычка. Почему нам так больно? Почему нам так страшно? Почему нас это останавливает? Конечно, эту тему можно пролонгировать не только с отношениями, я сказала про отношения, но это касается вообще всего в жизни. Когда у нас происходит какое-то вынужденное изменение или хотя бы мысль об этом изменении, когда мы головой своей понимаем, что пора, но этого не делаем, вот тогда есть такое ощущение, что хочется, что срочно нужны перемены. Но как только мы делаем хотя бы какой-то шаг маленький в эту сторону, как только мы решаемся разорвать отношения, поменять, сказать своему другу, я больше не хочу с тобой дружить, изменить работу, закрыть любимое дело, сделать какой-то такой шаг, и мы это делаем, первая реакция такая, словно ты попадаешь в костер. Когда мозг перестает соображать напрочь, а боль такая, что тебе немедленно хочется выпрыгнуть из костра. И первое действие, которое мы обычно совершаем, мы пытаемся отчаянно вернуть все назад. То есть мы пытаемся, мы понимаем, что мы ступили. И первая реакция всегда приблизительно такая, нахера я это сделал, нужно это срочно все менять. И вот тут есть два момента, потому что в одном моменте вот это нахера я это сделал, действительно, действительно нахера. Ну то есть мы делаем глупые, совершаем глупые, необдуманные вещи, так тоже бывает. Но если это обдуманная вещь, то здесь, конечно, очень важно научиться глубоко дышать и каким-то образом это разрулить. Ну и расскажу вам несколько вещей. Первую штуку, которую, например, она связана, у меня сейчас прямо какое-то поголовное обращение от людей, которые понимают, что те отношения, в которых они состоят, и очень часто это отношения в браке с детьми, что это те отношения, которые ведут их на дно. Ну то есть человек просыпается, после рерайтера это очень часто происходит, человек просыпается, смотрит на своего партнера рядом и понимает, что это вообще не тот партнер. То есть что он поменялся, сам человек, и он увидел, кто рядом с ним, и он понял, что никак, он не хочет его менять, он уже вообще, он понимает, что он не хочет, он хочет начать просто жить. что с этим делать первое вот у меня такое есть негласное размышление которое мне всегда очень помогает звучит она следующим образом то есть я задаю например если бы это была я я задаю себе вопрос тебе сейчас хорошо вот с этим человеком и например отвечаю себе нет мне сейчас плохо окей если ты с ним разорвешь отношения тебе будет хорошо или плохо я понимаю что мне будет плохо потому что любой разрыв это всегда боль любой разрыв с любым с любой нашей привычкой с любым человеком с которым мы были в каких-то контактах тем более жили вместе у нас был совместный быт это все равно будет больно все равно будет больно так какая разница в принципе между этой болью разница очень простая она временная то есть если я останусь в этих отношениях то через месяц через два-три мне будет по-прежнему также больно и ничего не поменяется но если я решусь это разорвать то через месяц два-три мне может быть не просто уже не больно мне может быть уже даже приятно потому что возможно у меня уже начнутся новые отношения то есть стратегически это гораздо более верное действие нежели чем оставаться в этих отношениях я всегда себе говорю перед поставлением любой перед собой задачи да там неважно прийти в физическую форму мне же надо сегодня начать страдать мне нужно сегодня начать например ограничивать себя в питании ходить на тренировки прямо сегодня мне нужно страдать ну теоретически да там но я понимаю что если я это сделаю то через месяц два-три я буду счастлива а если я этого не сделаю то я буду продолжать страдать потому что я буду смотреть на себя в зеркало буду обвинять какие-то свои личные неудачи и другие в том что я плохо выгляжу я буду считать себя неудачницей потому что я не могу себя взять в руки то есть в перспективе это как бы стратегия утопическая поэтому первое что вы должны запомнить что так или иначе будет неприятно но задайте себе первый вопрос как я буду себя ощущать спустя месяц два-три если я это сделаю если я это не сделаю каковы мои перспективы постарайтесь ответить на это честно максимально честно насколько это возможно это первый момент второй нюанс что такое вот это состояние когда хочется сдохнуть это некое накопление определенных мыслей обид чувства эмоций по какому-то поводу по какому-то поводу они как правило у каждого скапливаются в своем месте мы их ощущаем у меня не скапливаются вот тут мне начинает становиться тяжело дышать то есть у меня в прямом смысле я начинаю чувствовать что я задыхаюсь то есть такое а не менее тело происходит и я понимаю что у меня мозг начинает отказывать зрачки расширяются и я не знаю что с этим делать то есть накопление всего вот вы знаете когда происходит какая-то ситуация будь это друг мама мужчина муж любовник собака неважно кто у вас есть ну есть некая эмоция да вы приняли решение что что-то отныне будет по-другому то есть вы понимаете или это решение приняли за вас так тоже очень часто бывает даже обидно да вы собирались вроде это решение принять но вы ходили вокруг да около его и не хотели обидеть этого человека вы думали как значит там все починить этот друг этот человек вам очень резко сам например говорит да да все это мне не нужно или там подруга говорит а ты мне все это мне больше не подруга или вы думали как вам уйти с этой работы но вам было обидно вам казалось что выброй подставите человека проекта вы приходите ваше время это пошла в жопу отсюда ты вообще тут не нужно значит там ты вообще говненная работница и вот это копится а обида все все вместе и как бы осознанный мозг вроде бы как говорит лер потом обсудим осознанный мозг вроде бы как говорит ты взрослый человек ты должна пережить это сама но мой так всегда говорил ты должна это пережить сама ты не бабка чтобы это все выливать и вообще какие-то разборки устраивать но это какой-то ну это бред какой-то да там выяснять почему ты мне а я тебе а я думала ты думала это капец конечно но с другой стороны что происходит получается что в нас с вами на физическом уровне вот эта энергия да ну то есть она нас начинает душить потому что у нас есть в голове куча диалогов да всегда по каждой истории он сказал она сказала она сказала ты сказал она подумала что мне с этим делать и вас это начинает души поэтому первое правило которое нужно принять вообще нужно с кем-то поговорить об этом желательно и первый раз поговорить не с человеком да там боссом шефом мужчина и женщина и ну кто является вот этой причины а кому-то это все выговорить потому что если вы это все не выкладываете то что вас мучает а держите это в себе это вас буквально разрывает потому что вы не можете дать объективную никакую оценку вы не понимаете что делать вас эмоции ваша энергия она вас разрывают у вас там все вас там и обиды это знаете как и борщ и груша и лимонад и сверху вино но короче блевотина и счета будет фонтанчиком а потом это все равно простите надо будет все выблевать потому что вы просто этого не переварите поэтому для того чтобы в это состояние не входить уже когда вы уже блюете простите всем этим хорошие да сегодня сравнение конечно пошли лучше всего найти какого-то человека вашего друга кому это можно рассказать кому вы можете все это рассказать со стороны почему это всегда полезно выговориться потому что вы сами когда выговариваетесь вы смотрите на ситуацию уже со стороны по-другому вы проговаривая многие вещи мы с вами способны оценить ситуацию иначе и так или иначе нам становится легче это как бы первый шаг всегда то есть еще раз ситуация когда хочется сдохнуть с ней нужно срочно что-то делать поэтому мы находим человека который не будет давать вам оценку который не скажет вам ты плохо поступила ты не права вот это не дай бог если у вас там еще такая мама которая еще скажет ты тварь поганая ну я знаю таких мам к ужасу своему поэтому нет вам не нужен человек с оценкой вот нужен без оценки почему люди часто например ходят психолога потому что им не нужна оценка никакая ну для этого в идеале если есть какие-то друзья для этого которые способны вас выслушать это второй такой шаг то есть необходимо это все выложить а дальше нужно для себя вы знаете все повзвешивать мне очень нравится такая моя собственный метод терапии который заключается в блокноте и в ручке когда я начинаю прописывать например в этой ситуации ну например дружба да вот у нас раз там мы там расстались подругой с человеком которого я считала например своим другом и я начинаю выписывать то что меня в этом человеке что мне не нравилось вот что мне не нравилось вот так по-честному что мне не нравилось начиная это выписывает это такой список который вы можете дополнять перечитывать почему потому что в этот момент начинается честность в этот момент все нормально что-то связь пропала в этот момент когда вы начинаете выписывать что вам не нравится вы начинаете более честно смотреть на ситуацию ведь знаете мы опять-таки возвращаясь к тому что мы очень сильно боимся что-то поменять мы очень часто готовы в кризисный момент закрыть глаза забыть все и типа начать все сначала но мы должны понимать с вами честно что если есть что то что нам не нравится оно не изменится в кризисной фазе мы готовы на это закрыть глава но потом вы снова будете это вам это будет мелькать перед вами вы все время будете об этом думать что блин например ну она продолжает флиртовать с моим мужчиной она продолжает мне завидовать она продолжает меня грубо подкалывать но я условно говорю поэтому мы выписываем для себя прямо на листочке все эти вещи это важно и смотрим на них то есть мы как бы распаковываем свою память распаковываем ее от вот этих эмоций особенно если вы например как я свойственны к оправданию к каким-то знаете только бы все помирить и забыть и пусть все будет хорошо вы хотите дать человеку шанс у вас есть вера важно это выписать когда вы это выписываете вам уже немножко становится еще легче это следующий шаг дальше вы знаете на моем собственном методе и которые я в общем-то всегда практикую и спробую перед тем как нести в мир есть такая классная штука вот знаете раньше я например считала что не нужно ничего другим людям говорить с которым у тебя конфликт нужно просто закрывать дверь и молча уходить для кого-то вообще молчание конечно это самый такой самое серьезное испытание как по мне когда человек вам ничего не говорит или вы ничего не говорите человеку у него начинаются по идее самые большие пытки самые большие пытки потому что он начинает думать его можно за отовсюду заблокировать во всех соцсетях если вы там такой активный человек заблокировать его из своей жизни и пусть он мол как-то там страдает но есть один такой большой минус что если вы очень эмоциональные то получается вы как бы человека от всего блокируете а у вас это боль остается да будет а не важно опять-таки ваш работодатель кто угодно у вас это боль злость агрессия непонимание ваши личные вопросы они остаются с вами и они начинают вас пожирать они начинают проводить у вас значит разговоры они там живут своей жизнью и знаете вот у меня такое часто вообще в жизни у меня живет хор голосов который между собой значит там в чем-то спорит и если не дай бог происходит какая-то вот такого рода ситуация то получается что весь этот хор голосов круглосуточно обсуждает что произошло и круглосуточно ругается круглосуточно обижается прощает делает анализ но это же живет во мне а я то прекрасно знаю что мои мысли создают мою реальность и я понимаю что я сейчас себе создам что-то такое в реальности потому что мои мысли заняты совершенно другими вещами мне их нужно взять под контроль но как но как если там просто полный пиздос в этих мыслях если там просто знаете бунт вот видели когда начинается война да там на майдане какие-то эти когда это неуправляемый хаос вот когда с нами происходит какое-то резкое вот это изменение даже которое мы сами например решили сделать а тем более это когда кто-то решил за нас мы не готовы к тому что у нас все срывается это то почему мы всячески пытаемся вернуть назад да ничего страшного лучше буду жить с этим человеком которого я ненавижу только бы весь этот хаос не начинался потому что нам очень страшно что у нас в голове сейчас просто сорвет стоп-кран и у нас просто потечет крыша то есть мы просто понимаем если мы пробовали когда-то что-то мы делаем все мы готовы свою жизнь пустить под откос только бы не пережить опять вот этот весь пиндос так вот что с этим делать первое что мы должны понять так происходит потому что это все принадлежит нам но она все принадлежит всегда по отношению к кому-то другому ну по отношению к другому человеку и если бы я вас учила например защите себя я бы вам сказала что если другой человек например что-то на вас вываливает не принимайте это но есть теория есть практика в чем это заключается в том что да в идеале если это адресуется вам не принимать это если вы способны это сделать обычно мы можем не принимать если мы знаем что мы ни в чем не виноваты что человек сам себе что-то придумал сам на нас это вылил сам нас обвинил сам играет в эту игру но когда ситуация другого рода когда мы на месте какого-то человека и когда у нас есть какая-то определенная боль что-то вот этот хор дурацкий по отношению какой-то ситуации и какому-то другому человеку мы держим это все в себе девочки часто говорят я сильная я справлюсь я это переживу я гордая я ничего не скажу я значит там всем все докажу это очень классная стратегия но при условии что этот хор вас не съедает почему потому что вот эти эмоции не выговоренные не проплаканные не выпущенные затем проявляются девочки в какие-то депрессухи или болезни нам этого не надо поэтому дальше идет самая интересная часть марлезонского балета если вы чувствуете что у вас эта боль есть опять-таки не важно в какой адрес вы знаете самое крутое что вы можете сделать для себя это выпустить ее выпустить ее по отношению к тому человеку к той ситуации ну всегда это связано с какими-то людьми выпустить ее неважно это ваш босс это ваш любовник это ваша подруга не имеет значения выговорить в смс сообщениях лично выговорить вот выговаривая не сдерживая себя объяснить что вы чувствуете и вывалить эту боль на другого человека почему потому что в этот момент вы почувствуете неимоверное облегчение потому что часто так бывает что действительно эту боль вам причинили и вы ее взяли и вы ее долго в себе варили и вы прокручивали миллион раз ну в чем же вы виноваты но где вы были нечестны ну что вы не так сделали ну как вы не так поступили и вас это разъедает а очень часто вы видите как в это время ваш парень развлекается или ваша подружка смеется в баре с другой подружкой или ваш работодатель уже нанимает на ваше место светочку и показывает что светочка лучше вас вот это такой знаете методок конечно эгей но вы вываливаете это вы просто выговариваете проговариваете и отпускаете удивительно но это невероятно круто работает потому что эту боль вы выпускаете в мир вы не кричите о ней на каждом углу вы не превращаетесь в базарную бабу нет вы просто тому человеку которому это посвящаете выговариваете выговариваете то что вы чувствуете если вы чувствуете что вас порезали ножом если вы чувствуете что вас облили грязью если вы чувствуете что вас использовали если вы чувствуете что это нечестно Если что бы вы ни чувствовали, вы должны об этом сказать, как есть, не подбирая слов. Просто позволить себе этот словесный понос. Вы знаете, я лучше терапии в жизни не ощущала, чем это. Причём это важно сказать другому человеку, ну, другому, тому, кому это адресуется. Потому что, во-первых, это делает вас честным и чистым. Во-вторых, вы перестаёте это всё, оно перестаёт у вас бродить. Ну, простите, это похоже на то, как прочистить свой мозг, свои чувства. И мы очень часто в жизни врём, мы очень часто в жизни думаем о других, мы думаем о чувствах других людей, мы думаем о том, как их не обидеть. Мы поражаемся, как другие люди могут обижать, как у них не хватает мозгов, как у них не хватает чего-то там. Я не знаю, как вы, я часто с этим сталкиваюсь. И ты всё время думаешь, ну, как так человек мог? Вот человек как-то так мог. И порой важно человеку объяснить, выбросить. Не факт, что он поймёт. Вот вообще не факт, что он поймёт. В большинстве случаев он не поймёт. Он раскроет широко глаза, он будет удивлён. Это не имеет никакого значения. Важно, что вы откроете дверь, свою собственную внутреннюю, и вытолкните это из себя. Если вы думаете, что после этого вам станет хорошо, и вам сильно захочется жить, то нет. Не сильно. Вам станет сильно легче. Но это нужно продолжать. Вообще, ключевое, что я за свой жизненный опыт вынесла, это то, что это не надо держать в себе. Есть такие люди, которые говорят, я это переживу самостоятельно. Оно куда-то в вас залезет. Это обида, это боль. Оно залезет куда-то к вам в подсознание, и затем с нормальными друзьями, с нормальными отношениями, с нормальными работодателями у вас всё время будет проблема, потому что будет всплывать эта старая программа. Важно понимать, что это такой конкретный случай. Не факт, что так вот теперь, знаете, как часто у нас говорят, вот один козёл, значит, все козлы, вот там все плохие на работе, значит, все работодатели. Нет. Дружить невозможно. Нет. Есть абсолютно разные случаи и варианты. Это надо понимать. Потому что если вы будете, создадите некую копирку и шаблон, под которую будете прокручивать любую ситуацию, которая с вами происходит, вы далеко не укатитесь. Поэтому здесь важно вот момент понять, что ну вот сейчас это вот так со мной произошло, мне надо это проработать. Значит, вы эту историю выпустили из себя, вы выговорили. Обратка может быть любой. На вас могут нападать, вас могут обвинять, могут молчать. Я вам могу дать 300 тысяч процентов, что если вы это всё выпустите и отключитесь дальше, не будете вот в бабку превращаться, которая начинает всё это перебирать. Вот вы просто должны выпустить. Вот знаете, такое ощущение, что это тоже хорошее упражнение, когда вы берёте воздушный шар и прям вдуваете в него, покупаете себе пакет и прям дуете, пока вас не попустят. Вот всё, ваша боль, все ваши переживания, все ваши страдания, вот вам это надо выпустить. Вот вы это выпускаете, дуете в этот воздушный шар. Вот должно быть такое ощущение после разговора, что произошло именно так, когда вы выговорились. Даже если написано прочитанное, ни одно слово вам не написал человек, не имеет значения. Это ваша работа, это сейчас не ваша с ним работа, а ваша работа. Что будет делать он, никто не знает. Как будет себя чувствовать он, никто не знает. Это не имеет значения, это уже его часть работы. Наша работа освободится. Следующий момент, который важно сделать, после этого, и делать это каждый день, до тех пор, пока не попустят. Это брать бумагу, брать ручку, и на бумаге писать, почему вы отпускаете эту ситуацию, или этого человека, или эту боль, или что-то, над чем вы работаете. То, из-за чего вам хотелось сдохнуть. Да, у нас же тема такая, когда хочется сдохнуть. Важно писать это. Вот когда мы пишем, когда мы это видим, когда мы это ощущаем, вот когда мы ручкой водим, нам становится легче. Выписывать все, что идет. Хочется писать козли на гондоны, все писать. Хочется писать, что сделали больно писать. Хочется писать, что недооценили. Пишите. Задача, чтобы когда вы писали, вы физически чувствовали, как вам становится легче. Вы написали то, что пришло сегодня в голову, порвали это и выбросили, сожгли. Когда вы уничтожаете это, неважно, вы выбрасываете это в унитаз, или вы это сжигаете, чувствуйте, как вас отпускает. Вот чувствуйте, как вас отпускает. Важно понимать, что любая ситуация, которая кажется нам сложной, она нам кажется сложной именно в тот момент, когда нас накрывает эмоциональная волна. Помните, когда вы плаваете в море, и вдруг внезапно вас накрывает волна. Вы ее не ожидали. И в этот момент кажется потеря всех ориентиров. Не понимаете, что происходит. Вот одно мгновение какое-то назад вы стояли, и тут вас эта волна сбила, накрыла, вы пытаетесь вдохнуть. Вот в принципе то же самое происходит с нами, когда у нас происходит что-то вот такое. Когда мы либо сами решаем что-то разорвать, мы-то решаем разорвать, но мы же не понимаем, что с нами будет. И мы, точнее даже если мы понимаем, что с нами будет, мы понимаем, что нам этого блага. И мы свой кислород, понимаете, для того, чтобы перейти из одного состояния в другое, из одних отношений в другие, из чего бы то ни было во что-то другое, нам нужно лишить себя того, чем мы сейчас дышим. Нам нужно перерезать эту трубочку, и потом новую трубочку просунуть. И вот этот момент самый сложный, когда мы перерезали, и до момента, когда мы просунули, мы не знаем, как этот период дышать. Ну не знаем. Нам нужно научиться, нам нужно понять, нам очень страшен этот момент. Поэтому многие начинают резать трубочку, и потом ее судорожно обратно заклеивать. Ой, ничего страшного, пусть будут дышать как-нибудь криво, косо, коряво, но все равно, значит, главное, никуда от этого не деться. Поэтому важно понимать, что вот этот переход, он всегда болезненный. Но он такой. Это переход даже может касаться и такого момента, когда вы увольняетесь с работой и решаете заниматься чем-то другим. Когда вы принимаете решение, что вам нужно перейти на новый жизненный уровень, это может касаться всего. То есть понимаете, люди часто говорят как? Я сейчас уволюсь, у меня все будет очень классно, он увольняется, и через неделю ему хочется сдохнуть, потому что ему кажется, что еще неделю назад у него была стабильная работа, у него была нормальная жизнь, он по крайней мере знал, за что купить себе еду. Сейчас у него ни единого заказа, он не может себя продать, его нужно срочно платить за квартиру или уезжать к маме в село и так далее. Я утрирую, конечно, но часто так бывает. Важно в этот момент не сдаться, важно в этот момент выдохнуть и создать себе новый план к действиям. Потому что как только мы начинаем чувствовать, что мир наш теряет устойчивость, мы сразу же хотим вернуться к прошлому, и неважно, что там у нас было, кто нас там пил, бил, кто не уважал, какие тупые эти отношения не были или какая-то бы не была работа или какая-то дружба, неважно. Всё это работает именно так. Поэтому крайне важно вот это из себя доставать. Почему я всё время говорю по поводу осознанности? Почему я всегда говорю, что ключ ко всему в нашей жизни, к любому успеху, он всё равно заключается через коридор, который мы проходим и в котором мы просыпаемся? Что это означает? Это означает, что нам необходимо понять, что всё в жизни зависит исключительно от нас, от нашего выбора сегодняшнего, от того, что мы решаем делать и как мы решаем жить, от того, что мы принимаем ответственность за свою жизнь, от того, что мы начинаем изучать, каким образом мы сами создаём свою реальность, почему это с нами происходит и как мы можем этим управлять. Когда к нам приходит понимание того, что мы управляем своей реальностью, у нас начинает уходить страх. У нас начинает уходить страх того, что с нами может что-то случиться плохое, неконтролируемое, потому что мы понимаем, что в любом случае с нами будет хорошее, в любом случае мы это приведём в порядок, в любом случае я умею, хочу, желаю и буду управлять своей реальностью. Да, я понимаю, что мне будет страшно, да, я понимаю, что я переживу какие-то серьёзные для себя моменты, но я при этом понимаю, что я, по крайней мере, всё равно выплыву. Вот вы знаете, в моей жизни было очень много, ну не знаю, очень много или не очень много, это так звучит, конечно, но было немало, скажем так, кризисных ситуаций. Таких ситуаций, когда не просто хотелось сдохнуть, а мне хотелось просто спрятаться в домик. Я как бы не особо склонна к суициду человека, знаете, это в лет так 15-16, ну может до 20, мне казалось, что это круто, так, знаете, там вены себе порезать, или там с этажа какого-то шмякнуться, но как бы сейчас у меня совершенно другие планы и взгляды на жизнь, и точно суицидных мыслей у меня, ну, никогда не возникает. Но, конечно, мне тоже бывает там иногда страшно, иногда как-то не по себе, иногда обидно, обидно, потому что я, например, себя считаю очень хорошим человеком, и мне всегда кажется, ну как так со мной можно, но я же так стараюсь для своих близких, я такая всегда, ну, это моя, да, позиция, моя как бы самооценка о таком говорит. Как так люди могут со мной поступать? Почему? Почему так? Я не понимаю, почему мне люди врут, не понимаю, почему люди не говорят мне так, как есть. Ну, короче, много чего я не понимаю, я как бы могу это оправдать, я как бы даже знаю, почему, но не понимаю, почему. Ну, типа, знать и понимать разные вещи, не понимаю, ну, ёпсель, ну, со мной же можно обо всем вообще говорить, мне можно даже прийти и сказать там, у меня там, не знаю, муж теоретически может прийти и сказать, Оль, ты знаешь, у меня вчера был секс с негритовской, И я даже это пойму, вот честно, я пойму, почему у него был секс с негритоской, и пойму, что это такое, я всё могу это понять, ну вот честно. Поэтому какие-то вещи, почему люди бывают со мной странно себя ведут, мне не ясно. Хотя я понимаю, что это больше относится к ним, чем ко мне. Так вот, история про то, что когда мы вот этот переход делаем в точку А в точку Б, важно изначально настроиться на то, что ну это непросто. Нам придётся, например, с одного катера переплыть на другой, для этого нам ночью придётся прыгнуть в холодную воду, может мы не очень хорошо плаваем, но и доплыть. Скорее всего мы доплывём, потому что будут шлюпки, будет ещё что-то, будет дорога освещена, но это будет всё равно непросто, даже при таких условиях. Я сталкиваюсь с тем, что люди часто говорят о том, что да, я готов, я готов, я готов. Вот они стоят на одном корабле, надо прыгать, и человека начинается, у меня понос, у меня там срочное дело, я забыла смс-ку проверить. И вот мы так выглядим с вами часто в жизни, когда нужно сделать шаг, когда мы понимаем, что вот перед нами другое судно, что мы можем это сделать, у нас включаются всевозможные наши страхи, и они нас забирают назад. Вы знаете, я точно поняла одно в этой жизни, всегда надо прыгать. Потому что, когда мы прыгаем, у нас появляется какая-то новая возможность. Когда мы не прыгаем, мы лишаем себя любых возможностей. Прыгать нужно всегда, когда мы знаем, что нам здесь плохо. Если у вас всё хорошо, всё зашибись, не прыгайте. Если вы понимаете, что здесь вам сейчас лучшее, что вас всё это устраивает, что с вами происходит, по-честному, вот вас устраивает, не надо прыгать. Но если вас не устраивает, какая разница? Какая разница, куда вы прыгнете? Любое изменение, любой прыжок приведут вас к чему-то другому. У вас хотя бы появится шанс. Какой смысл держаться за отношениями, в которых вы абсолютно несчастны? Абсолютно. Вы ничего не можете с них получить для себя, абсолютно. Какой смысл держаться за браку? У вас есть дети, там нет денег, и вам с ним плохо. Но у вас уже нет денег, и вам с ним плохо. Если вы будете с ним продолжать оставаться, то вам лучше с ним не станет. Да, стрёмно прыгать в эту холодную воду с детьми, но вы выплывете, как выплыли миллионы других женщин. И ничего случится, всё будет хорошо. Если у вас есть желание плыть, вы точно выплывете. Если вы уходите с работы, где вас там не ценят, или где вам самому не нравится, и вы желаете работать, вы желаете развиваться, вы всегда найдёте себе лучше. Если вы хреновый работник, если вы слабый работник, если вы только ходите ныть, ну вы это и будете получать дальше. Но если вы готовы, то вы всё получите. Если вы готовы к тому, чтобы победить, если вы готовы к тому, чтобы быть счастливым, вы это получите. Я вам это точно говорю. Вы получите всё, чего вы желаете и на что вы готовы идти, но в холодную воду придётся прыгать. Наши эмоциональные боли, невыговоренные, непроработанные, это наш груз, это наш кирпич. Когда мы прыгаем с вами в холодную воду с этой болью, нам тяжелее плыть, поэтому нужно это прорабатывать, нужно это отпускать. Это не так сложно прорабатывать. Я ещё раз повторяю, что нам не всегда нужен психотерапевт для этого, я вообще не работаю никогда с психотерапевтами. Нам нужен кто-то, кто нас выслушает, нам нужен тот, кому мы должны это передать. Собрать в коробку и отдать другому человеку всё то, что он нам подарил. Сказать наконец-то своему долбоёгу мужу, что мы долбоёг, сказать ему всё то, что вы промалчивали, всё то, что вы хотели сохранить семью, всё то, где вы не хотели оскорбить его мужское достоинство, высказать это ему и почувствовать, как вам становится легче, почувствовать, каково это жить иначе, каково это перестать врать, каково это постоянно не говорить, не то, что ты хочешь ему сказать, а постоянно подбирать слова, чтобы это солнышко долбоёбнутое как-то себя чувствовало мужиком. Мужиком себя чувствуют те, кто идут вперёд, те, кто ради своих женщин покоряют вершины, те, кто думают о своих женщинах и заботятся о своих женщинах, они обвиняют их вечно в чём-то и не ноют, понимаете? У нас с вами постоянный какой-то идёт перепад. Да, давайте посмотрим. Я вижу, что вы пишете много всего. Давайте я поотвечаю, потому что я так могу до утра говорить. Что-то говорю в лицо, что-то не могу, что-то пишу смс. Да. Когда выскажешься правду намного легче, даже если не прочитано и не отвечено. Главное, что донесла до человека. Да, абсолютно, абсолютно. Важно это от себя высвобождать, потому что мы очень часто потом страдаем от того, что я же так берегла, я же так старалась, я же так сильно не хотела обидеть, я о нём заботилась, я промалчивала, умалчивала. Зачем? А зачем? И вы не можете теперь с этим дышать, а он нормально может, у него всё хорошо. Почему сам с негритоской? Ну, наверное, потому что когда-то мы с Серёжей разговаривали, и почему-то он мне рассказывал, что ему нравятся негритоски и женщины с большими жопами. Поскольку я большой жопой не обладаю, и точно не негритоска, я Серёжу подобрала такой вариант. Так, отдельное спасибо за то, что во время портала нашла дело, которое меня зажигает, и теперь больше занята своей реализацией, отношения стали лучше, потому что на себя. Да, Лер? Это очень, кстати, правильная штука, потому что женщины очень часто нормальным мужикам выносят мозг, это тоже важно, нормальным мужикам выносят мозг по причине собственной нереализации. И не только мужикам, а и всем вокруг. Человек каждый должен реализовываться в том, что ему нравится, потому что это мега важно. Как вы считаете, вот мы управляем своей реальностью, вот я думаю, что мы своими мыслями создаём такие же отношения с людьми, ситуации. Даже то, что мужчина плохо относится к женщине, который раньше относился хорошо, а потом он резко стал относиться плохо, это же всё равно результат наших мыслей. Ну, смотрите, как бы с одной стороны, да, с другой стороны, мы больше управляем собой, нежели другим человеком конкретным. То есть мы можем своими мыслями, в принципе, отталкивать или притягивать, но не стоит забывать, что мы не можем управлять другим человеком. Вы знаете, иногда бывает, ведёшь себя как кусок говна, а мужик твой тебя обожает, ты ещё больше как кусок говна, а он ещё больше тебя обожает. Такая абсолютно непонятная штука. Почему? А начинаешь вести себя, ну, как бы пытаешься ему угодить, понравиться, да, и ничего. Вот здесь есть такой важный момент, что есть ещё психология отношений, её никто не отменял. И, по сути, возможно, вы, мы, да, своим отношением, мы, бывает, притягиваем в жизнь неожиданно кого-то другого. Вот мы очень классные, а наш мужчина ведёт себя как гондон. Но при этом получается так, что другой мужчина к нам вдруг притягивается. Вдруг откуда ни возьмись, появляется другой мужчина, который относится к нам совершенно другим образом. Почему я об этом и говорю часто, что не всегда понимаешь, откуда к тебе притянется партнёр какой-то новый, какие-то новые отношения, как это разрулится. Вот, поэтому бывает такое, что ты можешь думать, почему я не советую привязываться к людям, а советую привязываться к энергии, к ощущениям, потому что очень часто она не связана с людьми. То есть ты просто притягиваешь в свою жизнь любовь или какие-то классные отношения, или наоборот. И не всегда это связано с конкретным человеком. Мы не можем программировать конкретного другого человека и управлять его реальностью, потому что у него также есть свои мысли, которые либо строят, либо разрушают. Понимаете? Я часто, например, замечала, что я оказываю очень сильное влияние на людей. Это правда. И когда человек находится со мной в близком контакте, я могу человека, в принципе, наверное, на что угодно, ну не то, чтобы уговорить, убедить его в чём угодно, но когда человек переключается от меня и уходит в самостоятельную свою жизнь, он очень быстро может поменяться, что у меня со всех сторон всё пикает, все стучат в двери. Поэтому здесь наша вибрация принадлежит нам и притягивает в жизнь ситуации, но не конкретных людей. Так, мы всегда с вами. Спасибо большое. Вы знаете, за эти дни прям мне столько людей написало. Друзья, у меня, ну как бы, всё хорошо. У меня нету какой-то серьёзной драмы в жизни, вот, потому что начали уже мне приписывать разводы и что-нибудь ещё такое. У меня ничего такого нету трагического в жизни. Есть некоторые мои личные моменты, мои личные эмоции, ощущения и жизненные такие, переосмысления, я бы сказала так. Вот. То, что меня видят чаще какой-то веселяющейся барышней, вот, ну это, скорее всего, заслуга Инстаграма, что я так включаюсь. Я всё-таки достаточно глубоко осмысляющий человек, ранимый человек, человек, который... Вот, наверное, так. И взрослеющий, ну вот осмысляющий, наверное, вот это ближе. Поэтому есть какие-то вещи, которые я сейчас проживаю, да, ну проживаю так, как могу, и я тоже это показываю, потому что, да, честно, вот, ну драм у меня, к счастью, таких, от которых можно было умереть, нету. Все живы, все здоровы, всё в порядке, вот. Просто происходят некие трансформации, некие изменения чего-то или кого-то, может, и чего-то, и кого-то. В общем, где-то так. Поэтому я стала казаться несколько загадочной и непонятной, что такое. Как только, видите, это же история про то, о чём я вам говорила, что как только в жизни начинает что-то меняться, мы сразу же начинаем пребывать в шоковой терапии. Что происходит? Что происходит? Что, почему, кто, куда? У нас сразу же шок. Я научилась с благодарностью принимать изменения. Хотя, поверьте мне, я вообще по жизни была таким консерватором. Я там, не знаю, платье держала по 300 тысяч лет и не могла с ним расстаться или салфетку, потому что когда-то я познакомилась с парнем, и он держал в руках эту салфетку, и, значит, она у меня в ящике. Вы не поверите, у меня даже есть школьные признания в любви, значит, там всё я это храню, фантики храню от Турбо и от Синди. Жвачки такие были. И от Дональда Дака. То есть у меня существует такая штука, но в жизни во взрослой я научилась, насколько это возможно, идти вперёд. Приблизительно так. Так, прям разбор моей ситуации, стала задумываться о письмах. Ваш эфир поставил точку сомнения. Класс, благодарю. Ну, я очень рада. Я всегда говорю о том, что, понимаете, решение принимать всегда нужно нам самим. Кто бы что ни говорил. Это всегда мой пример про прививки. Знаете, одни говорят, прививки лечат, другие говорят, прививки калечат. В конце концов, прививку колят лично вам, и вылечат или искалечат тоже лично вас. Поэтому чужие мнения – это хорошо, а своё мнение – оно самое главное. Я как бы с вами делюсь своим видением, а вы, пожалуйста, тоже не принимайте это как руководство к действию. Если вам что-то откликается, то, пожалуйста. Я всегда знаю, что советовать на берегу сильно проще, чем когда ты там, значит, тонешь, да? Те кричат там «давай рукой там шевели, значит, там ногой там выплывай, греби!» Ты там уже, короче, подо льдом лежишь, а все тебе что-то говорят. Но я делюсь с вами тем, что я использую сама. Потому что мне в жизни повезло и не повезло одновременно, я слишком эмоциональный человек. То есть я львица, я огонь, и меня если накрывает, то меня накрывает так, что у меня в прямом смысле на какое-то время перехватывает дыхание. И я ничего не могу делать, я не могу это скрывать, и я не хочу этого скрывать. У меня наоборот такой, знаете, фонтан просыпается, и я только думаю, господи, куда бы мне спрятаться, чтобы поменьше сжечь. Потому что я как становлюсь из охотники за привидениями, знаете, такая с бластером, и все, я все вокруг начинаю сжигать. Вот поэтому я стараюсь куда-нибудь так запрятаться в уголочек. Но тем не менее, эта эмоциональность, она мне дает ощущение жизни. Потому что каждый раз, когда я вот эти эмоции испытываю, я думаю, блин, ну как бы я еще поняла, что я жива? Как бы я еще вынурнула из вот этой мясорубки жизненной, в которой ты все равно несешься, своей красивой, замечательной, фантастической, прекрасной жизни, но очень яркой, насыщенной. И иногда ты забываешь, ты живешь или ты просто что-то делаешь. И вот именно вот это ощущение боли, ощущение какой-то навезуны, ощущение этих фантастических эмоций, он тебе такой, ты точно живешь. Поэтому прорабатывать эти эмоции вот таким образом, когда их в излишке, это такие мои личные лайфхаки. Так, мы для себя это делаем, высказываемся, надо быть эгоистом. Все обиды, которые остаются внутри, вредят только нам, абсолютно. Особенно, если вы четко понимаете, что бляха-муха, вас тупо поимели, ну в какой-то ситуации, вас тупо поимели, и вот тогда надо вообще не стесняться. После предательства, как верить, я не знаю, что такое предательство, в вашем понимании. У меня будет скоро гайд на эту тему, мы будем там разбирать тему предательства, потому что для меня тема предательства, это, знаете, такая очень эгоистичная тема того человека, который считает, что кто-то его в чем-то предал. Вот, поэтому на нее нужно смотреть с очень разных сторон, потому что, ну в общем, я думаю, это эгоистическая наша оценка поведения другого человека. Он меня предал. Может, вы его предали? А что такое предал? Ну тут, короче, если вам интересна будет эта тема и мои мысли на этот счет, то дождитесь видеогайда. Так, я тоже всегда все говорю, по жизни такая, со мной иногда даже люди боятся говорить умрально делают. Так, спасибо, улыбка очень идет, спасибо, да, я любительница поражать. Вот, тоже коллекция турбо есть, видите, как это, как замечательно, друзья. Можем с вами меняться. Итак, давайте подведем итоги. Первое, дохнуть не обязательно. Второе, в момент, когда хочется сдохнуть, важно помнить о том, что это краткосрочный эффект. Третье, когда мы понимаем, что нам нужно прыгнуть в холодную воду, и мы стоим и думаем, прыгать или не прыгать, важно задать себе первый вопрос. Как будет, если я не прыгну? Если будет плохо, и уже плохо, то надо прыгать. И важно помнить, что да, будет какой-то период холодной воды. Ну то есть просто к этому столько подготовиться. Да, будет период холодной воды, но так я переплыву на новый корабль, и у меня начнется совсем другой период, совсем другая жизнь. Я имею на нее право. А так, я буду вечно бультыхаться в этом говне, и ничего все равно хорошего, скорее всего, не произойдет. Ну, либо я буду тешить себя иллюзиями. Если вы еще не были на рерайтере, приходите, потому что мы как раз там и занимаемся нашей новой жизнью. Для того, чтобы у нас было больше мотивации плыть, нам важно понимать две составляющие. И первое, куда мы плывем, чего мы хотим, ради чего все это. И второе, каким образом помочь себе плыть. Плыть все равно придется, но когда вы знаете, как плыть правильно, когда вы знаете, каким образом сделать это быстрее, когда вы понимаете, как найти ночью направление, какими руками, ногами грести, поверьте, плыть уже не так страшно, хотя все равно не так просто. Поэтому найдите в себе силы, время, желание и приходите хотя бы на пробную версию, это уже многое вам даст. Пробная версия у нас продается до 1 июля, ее стоимость 5 долларов. Я уверена, что вы можете найти такие средства и хотя бы посмотреть, что происходит на этих марафонах, почему кому-то они настолько нравятся, заходят, и это весьма большое количество людей. Я всем благодарна за то, что мы с вами этот час провели вместе. Надеюсь, вам было интересно. Пожалуйста, оставляйте комментарии, если вам нравится эфир, вы меня очень мотивируете. Мне даже становится стыдно, что я не провожу эфиры, когда вижу, что есть комментарии и люди рекомендуют мои видео. Я вам желаю, чтобы вам не хотелось сдохнуть, я вам желаю, чтобы вы росли всегда над собой, проживали любую ситуацию, выходили из нее абсолютным победителем. Приходите рерайтить свою жизнь, и мы с вами вместе обязательно везде прорвемся. Обнимаю вас всех и до скорой встречи!